Одна из первых автоцистерн сливает топливо в так называемую мягкую нефтебазу. Новые резервуары в Накрыне установили в рамках увеличения объёмов хранения дизельного топлива. «В декабре месяце мы прошли инвестиционный комитет и в самые сжатые сроки, это ровно три месяца. С даты принятия решения до возведения резервуаров и уже их начало заполнения у нас заняло три месяца. Хочется сказать, что это очень амбициозный проект. Приложили, конечно, максимальное усилие и работники УМТСа, и Мирнинско-Нюрбинского ГОКа». Проект и правда амбициозный. Новые резервуары устанавливаются быстрее металлических и отвечают требованиям промышленной и экологической безопасности. Благодаря таким ёмкостям в Накрыне смогут разместить более 6000 тонн дополнительного дизельного топлива. В одном мягком резервуаре хранится 250 кубических метров дизельного топлива. Для сравнения в тех, что сзади меня, топлива в 8 раз больше. Главное преимущество мягких – они мобильны. Их можно разобрать, увезти и поставить на любом другом объекте Алроса. Всего алмазная компания установила в Накрыне 31 мягкий резервуар, каждый из которых прослужит не меньше 8 лет. Резервуары установила якутская компания «Политехника Дальний Восток». Это единственное в мире предприятие, которое занимается подобным в арктических условиях. Компания зарекомендовала себя в Сибири и на Дальнем Востоке. Ведущие российские компании хранят топливо в таких резервуарах. Большая радость для нас, что наш опыт и экспертиза в совокупии принесли такой большой проект. И мы реализовали его для нашей родной акционерной компании Алроса. Ну и вообще реализация проекта в республике Сахай-Якутия имеет двойной эффект. Это как и социально-экономический эффект имеет, но и по налогам. До закрытия зимника все мягкие резервуары заполнят топливом. Новые резервуары позволят на Кынской площадке выполнять все производственные планы.